Время новостей на телеканале Лаба. В студии Людмила Никонова. Здравствуйте в этом выпуске. Как развивается спорт и культура в Лабинском районе? Результаты достижения и планы обсудили с главой Лабинского района. Предоставление коммунальных услуг и тарифы на повестки дня. Разговор состоялся по инициативе Департамента ценных тарифов. Новые акции магазина «Техностиль». Представитель магазина расскажет о выгодных покупках. Александр Сачиков встретился с работниками культуры и спортсменами Лабинского района. На деловой встрече говорили о достижениях в этих сферах, а о гордиться муниципалитету есть чем. На мероприятии также обсудили текущий вопрос и озвучили планы на будущее. Наталья Литвиненко с подробностями. В последние годы в районе при поддержке краевой власти активно идет развитие физкультуры и спорта. Строятся новые объекты, реконструируются старые здания и учреждения. Благодаря этому в Лабинском районе успешно развиваются многие виды спорта. Юные волейболисты и баскетболисты в соревнованиях и чемпионатах приезжают с заслуженными наградами. Прославляют Лабинск борцы, атлеты, пловцы. В районе никогда не разграничивали спортивные достижения управления физкультуры или образования. Главная задача властей муниципального образования Кубани привлечь как можно больше молодежи к спорту, подчеркнув в своем выступлении глава Александр Сачиков. Мы не проводили такой разграничительной линии, где чей спорт и кому он принадлежит. Есть Лабинский район, вот его достижения как бы так и складываются. И вы знаете, что их было достаточно сложно было создать шесть спортивных школ. Не просто это все давалось, и база, которая сегодня существует в районе, она достаточно солидная, мощная. Она укомплектована кадрами, достаточно серьезно подготовленными кадрами. Район занимает одно из таких сильных направлений среди других районов в крае. Район отличается именно вот такой собранностью, отличается умением проводить соревнования, отличается спортивной такой направленностью. Поэтому как бы мы думаем, что вот здесь образование, оно как бы подтягивается, и оно зачастую с нами вместе работает. Работает именно вот в рамках управления спорта. Краевая власть планирует и дальше поддерживать развитие спорта на Кубани. Не останется в стороне и руководство района, говорит Александр Сайчиков. Будем стараться, чтобы это все осталось в пределах, по крайней мере, финансирования этого года. А там уже как сложится, что Бог даст, как так и будет. Потому что экономика переживает очень нелегкие такие времена, сложные. Вы видите, что происходит с курсом рубля, что происходит с санкциями, как начинает работать механизм импортозамещения. Очень сложно, не просто это все. Поэтому, как бы, вот говоря о нашей позиции, позиции района, вот то, что мы сегодня с вами имеем и, скажем так, достаточно активно занимаемся на этой базе, так оно должно и остаться. Надо пережить, может быть год, может быть два, как дальше вся ситуация будет складываться. Так же и в культуре. Вот где-то мы года два остановились вот на одном уровне финансирования. И не можем дальше выйти, потому что есть другие вопросы. Они очень серьезные, они очень такие требующие решения. На первый план, вы знаете, вышли детские сады. Потом выходит строительство школ. Вот по этому году где-то 40 миллионов мы должны освоить и сдать на Ватутино детский садик с реконструкцией. Потом начинается еще строительство двух больших пристроек. В области культуры также ведутся планомерные работы по развитию сферы. В районе, несмотря на непростую экономическую ситуацию, не закрылся ни один дом культуры. Деятельность всех учреждений по мере возможности поддерживают и районная, и местные администрации. Большая поддержка идет и со стороны края. В этом есть и понимание и поддержка со стороны администрации края. Потому что количество программ по культуре, по спорту, по образованию, по здравоохранению, по дошкольному образованию как-то, оно не уменьшается. Наоборот, пытаемся остановиться на том достигнутом, как оно на самом деле есть. В Лобинске по инициативе Департамента цен и тарифов администрации Краснодарского края состоялось совещание по вопросам предоставления коммунальных услуг и ограничений роста размера платы граждан за коммунальные услуги. В нем приняли участие заместитель, руководитель региональной энергетической комиссии Игорь Бедрин и главы сельских и городского поселения Лобинского района. 100-тысячное население Лобинского района обслуживает более 30 организаций коммунального комплекса, расположенных на территории. Наверное, нет более важного вопроса, чем обеспечение жителей качественными коммунальными услугами – теплом, электроэнергией, газом, холодной и горячей водой и, что немаловажно, по доступным ценам и тарифам. С этих слов начал совещание замглавы района Василий Клюев. Вопросы тарифов важны как для ресурсоснабжающих организаций, потому что это один из основных источников доходов предприятий. Всегда наши уважаемые коммунальники, наши ресурсники сетовали на то, что тариф несовершенен, тариф не охватывает всех затрат, которые туда включены. Мы никогда, в общем-то, не были довольны тем тарифом, считали, что где-то немножко их урезают, где-то немножко им не дают возможность, оказывая коммунальные услуги и получая за это платежи развиваться. Тем не менее, есть и обратные медали. Тариф для нашего населения всегда был тяжел, всегда воспринимался тяжело. Речь на совещании шла об ограничении роста размера платы граждан за коммунальные услуги с 1 июля 2015 года. Пользуясь возможностью пообщаться с представителем РЭК, участники совещания задали Игорю Бедрину ряд вопросов, которые волнуют и население, и ресурсоснабжающие организации. Например, несколько сельских поселений в районе отапливаются термальной водой. Потребители хотят платить не за гигакалории, а за кубометры. Еще просьба взыскивать оплату с потребителей за несанкционированный разбор термальной воды для бытовых нужд. Были вопросы по поводу введения социальных норм на потребление электроэнергии. Интересовались на совещании перекрестным субсидированием при формировании тарифа. Игорь Бедрин ответил на все вопросы и разъяснил новые требования формирования предельного индекса по совокупной плате граждан за коммунальные услуги с 1 июля текущего года. «Техностиль» вновь радует своих клиентов выгодными акциями. Одна из них состоится с 12 по 13 сентября. Подробности смотрите в сюжете. «Техностиль» – это качество, проверенное временем. Широкий ассортимент товаров, индивидуальный подход к каждому покупателю. Магазин «Техностиль» в Лобинске расположился в удобном месте – вблизи автовокзала и казачьего рынка. Компания существует уже много лет и за все эти годы зарекомендовала себя как фирма, которой можно доверять. Многие клиенты, однажды сделав покупку в «Техностиле», возвращаются сюда снова и снова. И это не случайно. На двух этажах представлен широкий ассортимент товаров. От триммеров и мопедов до стиральных машин, пылесосов и морозильных камер. Продукция очень разнообразна. В наличии имеются даже музыкальные инструменты. Всегда пользуются спросом электроника. Телевизор можно подобрать для любого помещения и бюджета. Богатый ассортимент товара порадует любого покупателя. А опытные консультанты помогут разобраться в этом многообразии и подобрать ту модель, которая подойдет именно вам. Кстати, «Техностиль» пойдет навстречу и клиентам, которым удобно оплачивать покупку постепенно. В нашем магазине поступление нового товара. Модели 2015 года, таких известных марок, как «Атлант», «Бирюса» и «ЛДЖИ». Очень надежные холодильные камеры и морозилки. Хорошо себя зарекомендовали. Также возможно оформление в кредит и рассрочку. У нас бесплатная доставка по городу. Также осуществляем доставку в районы. Помощь в выборе техники вам могут оказать грамотные консультанты, специалисты своего дела. Так что вы останетесь довольны покупкой. Компания «Техностиль» всегда радует своих покупателей приятными акциями. Выгодное предложение магазин делает для тех, кто желает сэкономить. 12-13 числа в нашем магазине будет запущена очень хорошая акция. Минус 10% на весь товар. Можно будет приобрести очень выгодно товар, который вам необходим. И с удовольствием пользоваться им долгое время. Наша компания заключила прямые договора с такими покупочными фирмами-производителями, как «Гефест», «Аталант», «Бирюса». И в нашем магазине будут самые выгодные цены по городу. Завезена новая линейка 2015 года «Холодильников Аталант». Большая линейка встраиваемой техники «Гефеста». То есть большой выбор, очень выгодные цены на любой вкус и цвет. Хорошая новость для настоящих хозяек. В магазине «Техностиль» большое пополнение кухонной техники. В нашем магазине большое поступление моделей линейки 2015 года. Газовых плит, встраиваемой техники, вытяжек и все, что нужно для вашей кухни. В нашем магазине до 15 сентября действует отличная акция «Рассрочка» на 10-12 месяцев без переплат. Именно в нашем магазине вы найдете все, что нужно для комфорта в вашем доме. Все желающие приобрести качественный и доступный товар с 10% скидкой, приходите в магазин «Техностиль» 12 и 13 сентября. Екатерина Клименко, Игорь Исаков, телекомпания «Алаба». Следующий сюжет нашего выпуска на правах рекламы. Сегодня мы знакомимся с продукцией Елатомского приборного завода, который называют домашним доктором не только в России, но и за рубежом. Вот уже 30 лет специалисты завода работают под девизом «Все для здоровья – здоровье для вас». За это время они выпустили целую серию портативных медицинских аппаратов, которые помогают избавиться более чем от 60 различных заболеваний. Самый популярный прибор для домашней аптечки – «Алмаг». Он действует с помощью импульсного магнитного поля, которое совпадает с биоритмическими импульсами нашего организма. «Алмаг» помогает при остеохондрозе, артрите, артрозе, заболеваниях сосудов и гипертонии. Пожилые люди могут использовать «Алмаг» без посторонней помощи. Четыре индуктора «Алмага» очень удобны в применении. Их можно обернуть вокруг сустава, положить на шейный отдел позвоночника, на них также можно лечь спиной. Еще одна гордость Елатомского приборного завода «Алмаг-2». В нем заложены более 80 индивидуальных лечебных программ по самым распространенным заболеваниям и даже по разным их стадиям. Нажатием всего одной кнопки вы запускаете нужную для борьбы с вашим недугом программу. Только до 30 сентября «Алмаг» по сниженной цене в городе Лобинске, в аптеке «Медикум», улица Пирогова, 14, угол Чапаева, 43, в магазине «Медтехники», улица Гагарина, 75,2, около магазина «Линия тока». Спешите, количество приборов ограничено. Партнер выпуска новостей – компания «Окнопарк». Это надежный окно по доступным ценам. Закажите окно и получите в подарок телефон. Сразу после рекламы прогноз погоды. Всего доброго, до свидания. «Окнопарк» дарит подарки. Закажите окна и получите сотовый телефон в подарок. Только у нас. Окно с подоконником и отливом от 4600 рублей. «Окнопарк» Лобинск. Телефон 3-11-01. Продолжение следует...